Мне заводили в Азак со словами «Всё ты меня заебала». Молодые, амаповец. Такие молодые, такие модные. Заодно из нас. Флиртовал открытые. Следующий был незадовольный. Он хотел до дома. Он сказал «Я хочу до дома до семьи». Учутер нас привезли. И это ещё пожартовал. Начальник. Будет вам опять дискотека. Я уже думаю «Боже мой, я уже боюсь, что это может означать». «Женщины, приезжайте почаще сюда, вы нам скрашивайте наши будни». Передашку передали, и я туда расплакалась. Что я не одна автограф-даш. Значит, это «Уладики молодежные». Мы их назвали. Это правооборонный подкаст «Весна априде». Тут мы рассказываем про досвид людей, которые живут в Беларуси. Витаю я, Катя Рына. Сегодняшний выпуск подкаста присвечен одной героине – Ганне Комар. Ганна – поэтка, перекладшица и секретарка белорусского пэн-центра. Ее затримали 8 верося. Там была стихийная акция, бо тады усе доведались, фотографии, где женщины оттиснуты до стены на проспекте Машарова. Это было, а над ими узвышается, навык не знаю кто, но сопрацовник из зеленой формы была клавя. Ниак не позначены. Ну, ниак так рацій. Ты там была у гэтом на толпе? Так, можа быць не сирот гэтых минавиты людей, которые засняли, так, я была у тэм ланцогу и у тэм на толпе, и оттуль меня и забрали. А як гэта было? Як было, мы шли колонны с Куйбушева и накеровались на проспект Незалежности, прас корпус, ась там праз Машарова. И убачили, что подъехали гэтых военные машины, ну, автозаки, подъехали бусики, оттуль вышли военные, и мы одразу таки згрупировалися. Стали шепку и стали, ну, отсоваться до стены, чомусь цим вырешить так будет для нас безопасно, я не знаю, чому. Ты просто не думаешь в гэтый момент стратегична, из-за гэты елки схавали, справали схаваться, я не знаю. И што, мы крычали, спавали, не знаю, што. Ну, па мэнэй момент, там, дзе я стоял, дэ нас падайшоў супрацовник, да, ў форме, солёный, па-моэму, ці некалькі их. І за нами стоял хлопецць, некалькість хлопців, мушчын, карацін, такі, типа, отдайте нам, мы заберём, типа, мушчын, а вы идите, мы, типа, вас не будем трогать. А мы таки, мы не дадім. Таки, отдайте и валите. Мы таки, мы не дадім. И тут я не розумею, што мы нікого не збираёмся отдаваць, и сами не збираёмся так само отдаваць, не знаю, сдавацца. И яны почали выхоплювать, тады уже довольно жорстка, разрывать наши шепки. И тады уже и мужчины, и женщины не стали выхоплювать, там, хтось ці женщины некі упалі. Господи, я толькі не памятаю, ці яны одразу спочали, как и женщины затримались. Напевно так. Табак, гости, ну, просто падняли, хтось ці упал, гости, яны одразу забрали. Але я не ведаю, так само, чым я накерывалься, калі забиралі льдзей, табак, нікатарых яны забиралі, нікатарых не забиралі. Нікатарые жіншыны абсолютно мирно, ну, як бы, тихо стояли, нічого ям не кричалі, да, яны их забиралі. Нікатарые, як я, там, і мы вельмі маццэнны нешта спробувалі донести, яны забиралі, там, хтось ці упіраліся, і їх забиралі. Такое. Ну, вату, спомнілася, што, як бы, ўже ночі форум, дзе там було трянаць тыщ жіншын, і виступав Лукашэнка. І я чітала на БТ пряна МСІ артыкул, і спробувала глядзець відео, і там було написано... О мітінгах дзевушек в коротких юбках, гласящих на уліцах, і о сильных жіншінах, які сьогодні пришлі в етат зал. О протестному дзвіженні і провокаціях, і о защітніках Беларусі. І вось, ашчэна резачка засвятлення маршоу БТ. Жэнскі крік – адной з дастуінств толпы. Чем громче, тем привлекательні. Сола – это не к нам. Гэта крик, як спроба обороніць сябе, тому што у нас нема фізічна сіла обороніць ад їх. І гэта крик, як... Я думаю, тут много всього в гэтам крику, гэта як спроба обороніцься, вядаеш? Гэта крик і спєвы, там, тому што падаєцца, калі ты спєваш Купалінку, ты небыта вось малюєш в акол сябе гэта кола магічна, за каторе аны не могуць ступіць, пакуль ты спєваш гэту Купалінку, тому што падаєцца, што, ну, боже мой, а калі ўже яны просто почнуть там забіраць людзей, жіншын, каторые спєваць Купалінку, знаеш, што яны просто ўже ізвергі з усім. А на пауну, яс надзея, што не з усім. Ну, короткі спадніць, канешна, гэта шок-контент, тому што някі короткі спадніць... Ну, ну, блин, просто все там жіншын настолькі розны, розного узроцтву, розна апранутая, і... гэта пауна лухта, карацій. Мене заводзіля в АТАЗАКС і словам, ўсё ты мене заебала. І потім, наколькі я ведаю, ўже мені расказывалі, в суботу, жіншын калі забіралі і закідывалі в АТАЗАКС і словам, як вы нас заебалі. Так, так, ну, то бак, і гэта ральна адшваецца, я разумею, што... Эта так, і па тым, як да нас ставляся і па настроях супрацовнікаў, ну, супрацовнікаў з большага, ў месцах зневольня, так, дзе мы былі на сутках, так сама просто чумаў, што мы гдасталі капітальна. Што они просто ўже... вот просто наелісь намі, вось, як і мы імі. Ну, і таким чынам я думаю, што яны нас стрымаюць. Тобак яны робяць тое, што яны рабілі, як бы, 9-а, 10-а, 11-а, тока яны гэта рабілі крвава, брутальна і вельмі жостка, а тут гэта больш, ну, можэ быць психологічна спрабуюць подавіць, да, тыпа, ну, як так, жанчыны, ай-яйны ж такія слабыя, все бедны напужаюцца, і больш не вольновыл бы тут дома сідзець, баршы сае варыць, і нікуды нос не сунуць. Вось, але гэта так не працую, ну, ведавачна, што гэта так не працую. Тут я ўставлю невеличку размову з ведавачцам, паулам, які прикладна ў той момент, калі ганну затрымлівалі, апанулся на Машэрова і бачу ўсё гэта са сваего боку. Я ввёз жену, хотел высадить на женский марш, і вот мы не успели буквально минуту, і, ну, просто беспорядка всех, как бы, подряд стали хватать. То есть куча народу, кригам, все бегут под машины, через дорогу, без светофоров, без, там, всяких пешеходних переходів. Просто все спасаются, как могут. Пошли хапать хатамаповцю в чорной форме. А они как какие-то разноцветные, там, чёрные, какой-то зелёные, какой-то камуфляжные, ну, то есть, и много их, много их, и все, ну, все закрыты, как обычно, чёрные человечки и зелёные человечки. Хапали людей, а далее, куди їх уводили? Там были автозаки, были бусики. Были розные автозаки, было некольких автозаков и некольких из этих машин, да, бусиков. В моём автозаку, в моём автозаку, в автозаку, які мене закинули. На угол, всё было вельми так мирно, и я офигевала некоторые моменты от гэтах, потому что, ну, як бы, вели меня просто, он под локоть, я не памятаю, мне падается, что он просто за локоть мене взял, и, як бы, ну, я не сопротивлялась. И просто сама зашла в автозак, там люди сидели, и, як бы, с нами нормально размовляли, нас не крышали, не погрожали, дали там водишки, там, кто-то с женщиной просил попить, они такие, вот, мы вам водишку подготовили. Я, конечно, боялась эту водишку пить, ну, тыпу, мы такие хорошие, мы вам нават водишку подрыхтовали, вот. Мне дозволили, ну, як бы, не то, что дозволили, мне не забороняли звонить, я зарабила нават некальки звонков, ну, я ж за всем расслабилась, и спробовала знять виды с локенца у тазака. Вось, ну, даны меня, типа, попросили, як бы, не здымать, и мы зиме вели некие там размовы, там з нами ехала женщина, которая такая з Евангелия постоянно ходила, ну, такая вось верница, и она зиме там про Бога почала размулять, и я офигела того, что один, знаешь, з гэтых амаповцов, почала рассказ, який он верник. Да. Да, и господав, вы там ходите на... А на исповедь вы ходите? Он такой, да. И что, вы рассказываете? Он такой, да. А знаете, вот я куда поеду 28 октября? Там, в какой-то монастырь, в Львлядах, на там какое-то там причастие, что... Я просто в шоку. Тобок абсолютно... А другие такие нам заявляют. Да вы вообще, господи, когда вы... Детский сад, типа, когда вы книжку в последний раз читали? Ну, Тобок такие, они думают, что они элита, штаны такие все клёвые, а мы просто тут, ну, не знаю, дитяши садок собралися и покричать. Вось, але я ведаю, что там у іншим аутызаку было больше жорстко, их адразу им заборонили телефоны, неких звонков, не шо, как то поспели там написать некую смс, как то я поспели. Вот, так было больше жорстко, вось, женщина, которая со мной сидела у камеры, потом казала, что там, я посадили так на заплешника этого некого военного, ее было вельми там незручно сидеть, и она спрабывала не што пасунуть и сказать им, что я незручно, так руки достали, там, типа, откуда ты знаю, ты сейчас нож достанешь, или там што такое, ну, Тобок зашугали, карате капитально, там, вось, было и такое. Тобок ата аутызаку да аутызаку, на аутызак не приходится, скажем так. Так, варианты моря. Ты отвезли в першамайский роуз и что там было? Всю ночь там провели? Угу, в спортовой зале. Нас всех закинули в спортовой зале. Ну, и доволе было вальяжно, я хочу сказать. Один-два разы сопрационники вывели на вот людей покорить, хто хотел. Ну, як бы, там, как-то, некая вальяжность такая, дочло такое, что там девчаты просили их пиццу замовить, на что им сопрационники в форуме отказывались, чтобы, ну, покурить вам дать, писем заказ, что вам еще? Может быть, ну, типа, что нет. Был, правда, такий, ну, эпизод, когда я молодый, амаповец, такий молодый, такий модный, с причесочкой, там все, такий вельми, весь себе, флиртовал с девчиной, с одной из нас, флиртовал открытый, як бы, на всю спортовую залью. Притым, с такими штуками, тут я чую, и он пытает, где на жве, он така, ой, какое совпадение, тоже выручье, а потом, да, у меня зарплата 900 рублей, главное, это семья и дети, а потом же, да, какая интересная у нас была бы свадьба, я в форме, там, и тут я разумею, што она отказывает на его флирт, што она смеется, и, як бы, ей приемная, ну, и она реагует на эту увагу, што, конечно, было жахливое, на самом рече. Куда они протоколы? Наше следшее было не задовольное, он хотел до дома, он так сказал, я хочу до дома до семи, спадал, да, у вас есть дети, да, двое, дочка вот первый класс пошла, скажу, а, як вам нормально, ты по школе был вести? О, что такое? Ну, там, фальсификатор, ой, что вы придумали, детский сад, ну, такое вот, это детский сад, это была его наяльбимая фраза, вось, ну, конечно, было стёбно за имя назирать, таму, што их скончился катриджу, принтеры, у них скончился папера, их не было шаблона, по которым, вось, да, это, они что-то там ганяли, и он абсолютно палився, краси, безпеки неакой, при мне называл пароль от компьютера, некальки разов, притом, другий раз я ему подказала, таму, што он забылся, у него працавала рация, и я все отшывала, там, где-то во дворах, у дворах на Никифорова, знаешь, тусили люди, и, да, я так разумею, что, я отшула, как сочи, патрулировать разные дворы, и там, ну, прикрывать людей, я такая, вам нормально, да, что мне скрывать, там, он такая, мне скрывать нечего, ну, потому что, этот человек, который себя доверит, что он робит правильную справу, вось, ранится, нас, что, не ведаю, коли там 4-5, ранится, нас повезли, в окрестину, всех. А за якими словами? Ничего, просто сказали, выстроиться в колонну, несколько колонн, собрали наши речи, принесли коробки, пришли сбирать наши речи, все в коробки, сказали нам, выстроиться в некольки колонн, и все, и вывели нас, и не думали, как бы, они не коментовали, это никак. Ну, то бок про то, что вас отвезли у окрестину, мы, чем мы сами сдагдалися, кали преехали у окрестину? Мы сдагадывались, по дороге уже, кто-то сдагадался, куда нас связываться, але я докладно, мы ведали уже, только кали преехали, але я ведаю, что, на самом рыч, размову с іншими, хто со мной сидели, но некоторые сопрацовники сами были у шоку, они не чекали, потому что они так сами думали, что нас отпустят, а... Сопрацовники какие? Рауса, и вось, у одним из Рауса, притым, моя, не знаю, как она называется, камерница, чула, як ему позвонили, он така, да, загады тримали уже, посередине ночи, может быть, даже по дранецу, я думаю, что они не плановали, что они просто, ну, по дороге, что называется, примали решение, кто там, это решение примает. Сопрацовники окрестяна, для них это было не шокамостя? Я думаю, они уже привыкли, там на огол, что кажется, на окрестяна, такие дивные люди, працуют, это, не знаю, некоторые из них, такие садистичные, ты просто, одразу чуваешь, и, я думаю, что они требуют, не все, али некая частка, цих отремляла салоду, не зирают, как привозят с нас, как это пронежально для нас, так, и так далее. А есть там некие пронежальные ритуалы, которые прописаны в их распорядку, то, как я знаю, когда их привозят, нужно распорядиться, и там, в общих, типа, догляд. Так, был догляд, заново, заново, что мы стебли не вовсих, али мне не втонасен был, женщина, которая там, наглядшится, так, сказал, целиком раздеться, и, но это было неверно поважно, я кинокотарабила, и казала, подгоняла, там, давай быстрее, что ты спишь, там, или что ты заснула, я же сказала, все снимать, ну, того, как такого плану, пятку, я сказала, пятку, что ты меня поднимаешь, ну, такое, типа, там, откуда я знаю, что ты поднимаешь, нагу, она каже, я поднимаю, нагодным способом, она на меня повышенным голосом, каже, что я, блин, и так поднимаю, нагу, да, ну, такое, коротее. А, какая у тебя логика, поднимать, нагу? Ну, ты разбиваешься, поднимаешь, как по тебе, может быть, до ступака, ничего не было промоцовано, прикольно, так, напевно, и потом, что ты, знаешь, такое сказала, а, кали нас уже заселяли камеру, по-моему, сказала, да, им здесь понравится, типа, они еще вернутся к нам, им здесь понравится. Дорочее, на кольке, может понравиться в камере, там был просто сюжет. Мы видим здесь и кровати, мы видим наличие крана с горячей, холодной водой, мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи. А это был в репортажах Григория Азаронка на СТВ. Я бы хотела, как бы гэты люди, которые робили сюжет, посидели, прожда на пару годов. Стены, гэты жудосного колера, вырывывока, таки насычаны, желты, колер, который, ну, думаю, что робится для того, как психологично отсиснуть на человека. Туалет, добра, что дверы там есть, потому что уже один в туалетах внимание, как дверы. Ну, что, это железные лавки, это все прикручено, да, это сам, некая тумбочка, умывальник, там, дыральше было два краны, да, это у нас уже один, уже был один кран, только с холодной водой на Крэйсене, али тогда не было гарача воды на Крэйсене, в принципе. Плановое отключение. Матрацы у неких камерах, у нас некольки разов переводили с камеру к камеру, в некоторых камерах были такие больше-менш новые матрацы, в принципе, нормальные, на их можно спать. Подушки такие, ведаешь, не будто там бульба, мех с бульба, вось, каудры, ну, типа, теплые, але ясно, што ими разные люди постоянно крытаются, они не завжды премные пахнутся, они пыльные, ну, такие с волосами, ясно, што гэт не самое премное. Это не то, чем ты хочешь накрываться. Ну, то, бак, не быта, як бы, умовы есть, але гэт не санаторий далека, и так не повинна быть с людьми, которые, в принципе, не с ким, напевно, а ты будешь людьми, благо дренного не зрабили, и незаслуженно там знаходиться. Дзевятого вересня тебя судили. Так, восьмого забрали. Дзевятого адвезленного крэстяна. Дзевятого адвезленного крэстяна, десь, прикладная, десятый ранце, дакладно сказаць, кудана, у нас, да, был суд там же. Вось, як это выглядай, я, пранапси, была на многих судах пра скайп з того боку, з боку зале, а як это выглядай з боку человека, які там на другим канцы, скажем, я кого судяць. Вось ты бачила, напевно, тебе у суд пришли подтримаць с твоей сибры? Ну, ніхто приходзе у нас? Я не сочу. И они ж не ведали, в який час. А, ну да. И они пришли об 11.00. И не ведали, што меня уже судзіли. И они чекали, хтось до 3-й годзі там чекали. А все, мені там все нема, и нема, и нема. Там, и потом уж доведуць, што меня худзинка судзіли. Хто тебе судзіла? Слухай, вось, я на гэтым стресі не запомнила нават жіншына. Жіншына, да. Жіншына з чорной, я пам'ятаю, у нее були чорные волосы, по-моему, каре. Она проставялась, але я ще подумала, все ж таки назірала у судах, да? Думаю, так, треба запомніць. Але все выміла у мене з головы. Потом мы удакладніли, судзёй Ганны была спадарання Лейковская. Яна гэта вельмі худценька, можу буць, п'ять хвилина гэта максимум. Она тараторала все, што я была записана, пра тым, што, калі, там, я пам'ятаю назирала у судах, физична, і там былі, там, хаця б яны по скайпі вызывалі гэта святка, у святка, в праэнцпі, не выклікалі. Нічого, нікого, яна назвала імёны некі, што-то, гарош, там, прабармутала, так хуткай, што ясно, што яна, што я не паспіла на чагу ставіць. Дзевять суток набедалі, перші секунды паслі суда, набедалі, дзевять суток. В калі дорчук я вышла і расплакалась. Побач сідзів мушчина, каторым так само дзевять суток далі, обнял, вельмі патрамаў, сказав, што дзякуючы нам, што стіг гэта країна змэнцца, што мы вельмі моцны, і што мы пераможем. Да нова вода, я што пераможем. І вось, і мы сідзелі, яшо некалькі чалавек там, супрацовнік адтуль закрэсіна, катор, ну не знаеш, хто ян дзежурнык, па паверсі, ця што, буў вельмі непрыемны, і он, ну літеральні здекаваўся, так маніпуляваў, дакалупваўся, задаваў такі пэтані гэта, тыпу, колькі мы заплатіли, там, а ей, што тебе не нравится, уезжаеце, каму што докажеце, вы не правы, ну все такое, толькі я робіў гэта вельмі такой форме, ну тригерил пастаянна, я просіла, пава, можешць, кааска, просто, ну не размовляць на гэта темка, вы ж бачеце, што, і так тяжка, і так дрэна, ну а ему було без роззінцы, і навэт, был таким омчаным, сказав, вы знаете, што, я што-то здзерзіла, па-моў, можу заявлений написати, і вам ще додобавят суток, хтось, там, мишенники, мужик вышел з кабинета, такой, ой, как хорошо, женщины, приїжайте почаще сюда, вы нам скрашивайте, ты по нашій будні, а потом доколебався, до моєї мовы, а вот скажите честно, почему вы говорите по-белорусски, это чтобы выделиться, типа, или вот по зову душі, я кажу, по зову душі, а вот скажите, а там вот, если государственный язык, вот вы бы выбрали наверно тако белоруски, я кажу, не, я б пакинула две мовы, молодец, молодец, ну і тако, это бак, такі абсурд, але, они походу ведалі, ўже, ўже, был моё прысут, там, і штось, я сказала, штось, і они перешапталіся, такі, аа, так это ще мало, типа, такое, што такое, ось, я думаю, што они ўже одразу все ведалі, в сэмага пашатку, колькі кому, што, прысудят. І пасля гэтага, калі цябя адвезлів, ўжодзіна закрэстіна? Ой, потім нас павілі ў няку іншую камеру, нас пастайна ператусовыалі, вось, пале іншую камеру, мы там чакалі, 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 потім нас зновасіх вывілі, на двор, дзе прагулочная эта камера, з рашоткай, замес столі, і мы там цясаваць, можна згадзіна, притым ўжо был вечар, ўжо халадала, і за нами все не прыходзіли, не прыходзіли, мы заразумяль, што нас будзу піра воззіць, вось, а, лі, нас там, 8 чалавек, ці колькі прывіли спачатку, потім палову забрали, і потім, мы заразумяю, што іх одна машина, каторая піра воззіць, і она просто ганяє туды-сюды, і таму пакуліх пір воззі, ну, гэта нават не гадзіна была, гэта хвачаць і все, паутары гадзіна, може і дві, мы чакалі, вось, потім за нами пришоў ўже мушчына, таким, тыпу, холодна, і он, тако, пустінув з камеру іншу пагрэцца, пакуль мы чакалі, вось, і тадай нас ўже пасадзіли, мы заразумяю, што, ну, мы ведаль, што ість, варіанта не шмат, што нас хчызасі ўжодзі навізуць, і нават, в принципі, выдахнули, таму што ведалі, што, ну, зужо па повідах іншіх, што там ляпшы ўмова, плані там харчавання нормальне, таму што на крэццнах, гэта був жудасна, гэта немахшыма було есті, гэта нават галоднаму чалеку немахшыма есті. Качыца пітання вкажды раз падтвіждаець удостовірінням качыства, каторый падпісываюць здаедвіщі айтай сталові. Мене што чудно було, калі выяжалі за крэцццена, што там волонтёры, што там людзі були, гэта веўнна підтримала. Якраз мене до гэта перадашку перадали, і я тудай расплакалайся, што я не одна, ну, тому што ты там трапляш і думаеш, што свят протягавае жыць, так як і жылі, што як бы нічого, ну, все, што на тебе забылися, і туд мене перадаюць перадашку, разумееш, што не забылися, і потаму выходім, і мы чуем, што людзі даволі гучна крэчалі, я думаю, што там былі не толькі волонтары, там хучай за все былі близкі, ну, там, нашых, хто шукавалі людзі сваїх, хто чыкалі сваїх, і аны крэчалі, ось, там, жыве Беларусь, пам'ятець, я ж тако вельмі гучна, і гэта було крута, праўда, вельмі важна було. Волонтарам я вельмі ўдячна, што, ну, можна було трымаць на крэсті, на сродкі гігены, таму што, ну, там ясна, што, ні зубы пачыся, нічога, і там нам перадалі ўже калі пасту, щотку, пракладкі, пап'єру туалетну, ну, дарэч, даволі адеклатны был мүшчына на крэсті, на каторый аддавав нам гэта все, называв нас дзівчулі, передавав цыгарэты, і даў мене на вот па перую ручку, мене вельмі патрэбны был па перую ручка, і он мене даў па перую ручку, па-доброму дэна астаўся, але гэта рэдкасць там. Ну, ось, ты рэспайла пра негаторых супрацовнікова крэстіна, а супрацовнікі жодзіна, яны якія? Такія ж ці? Ой, они такі нервовыя. Прикол ў тым, што, ёсць людзі, каторые там працуюць, а ёсць там, а колькі нас прабывае пастаянна і многа, то там выклікаюць з іншых гарадоў, мястэчэк, ў тыпу командіровку. Там дакладны был адзін хлопец маладзечна. Эта ён просто коммуніковаў з нами пастаянна, ну, так, піраэдычна, ім, вось, ядаш, тын з маладзечна. Махчыма, там былі іншэя, і да, і калі нас прымалі, то я размовляла з яшэннікім уладзікам. Уладзік? Мяне тата владзікам кліча. Я так аэта запомніла, ніколі не забуду. І я так разумею, што владзік так сама там командзіровачна, табак, да, ёсць тэх, хто там працюе, і тэх, хто там был, або іх, ну, якбы, выклікалі. Яны вельмі неприемныя, з большага. А то пастаянна супрацованнікі ці командзіровачны? Ну, вось, гэта командзіровачны двоя, штоя паслі тарапунька. Такі адзін высокі, і другі такі малы. І знашыць, це уладзік і молодзєчна, мы їх назвали. Колі мы стоялі, дзючаты, калі стяны, гэта все, гэта їхня любімая прыніжальная працедура, да, глядзіць у стяну, тварам стяну, не поворошвіцца, не розмовляць, руки за спіну. Ну, я все одна не трамала за спіну руки, я просто їх прямо трамала. І яны адпускалі такі брудны жарты, типу, там стояць, глядзяць на нас, а їх начальники такі, що себе вибираєте? Ті там, що, хатіте самі сматреть їх? Не надо, а то їм ще панравиться. І такоє, і ти стоїш, і тішуєш як на някого хлопця кричать, типу, що, дзючість правила, і ми тебе, типу, ти все одно їх будеш виполняти, ми тебе заставимо в будь-якому спосіб, а мені жто там руки не так складі, і што, і ми гэта все чуєм там, дзючіна побач пачынає плакать. Яны, чого ты плачыш? Дзесь ніхто вас біць не будзе, дзесь кормят харашо. І такоє, я хачу їе, ну, пагладзіць, і он такі, убері руки ад нею. Ну, такоє вось. Патам, яны, в принципі, все нервовы, яны много матюкаліся, це було, ну, бага і так, смачна, да, вось гэта, типу, калі їх там просіш, пастаянна прахозілася, ми пастаянна, па 10 разів дзенець, пыталі, завідіці нас в душ, там, ктось ти хател пакурыць, завідіці нас на прыгунку, откройці нам окно, сколька времня, і там, вось, калі просіш, там, а в душ будзіць, а што нам за это будзіць? А вы насвоїці на прыгулку? Как ся будзіць вісти? І вось такоя пастаяннае, бразгання гэтамі дзвірами, нібута, ані просто галавучі, і вось ті раструшчуваюць гэтамі дзвірами, і нынамо п'ятніцу ключылі, учетер нас привезлі, і ата іші пажартаваў, ну, начальнік їх, будзіць вам п'ятць дискатека, я ўжу дум, боже мой, я ўжу боюсь, што гэта може азначаець, ата некий фемізм, казалось, што, ну, карась, я реально, бувателі нас на прагулках, і включылі радіо, радіо Рокс, што такоо, хтось ці назваў, тапыткай Радіо Рокс, і русскім радіо, і нынамо включылі пісні «Я свободен», серйозно? Кіпілава? Угу. Ата буў троллі нахвайшэйшіга узровню, мы пріехалі, сідім, а нынамо включылі «Я свободен», «Я свободен», славна птицам небеса, «Я свободен»! гляделі, як ми танцую, но ми такі, ну, так што там рухали, вони што, варшість танцувалі, да, але я кожен раз замирала, коли бачила, што ніхто зіх бачить, як я танцую, тому што просто не хотілась доставляць им тако радісті. І потім цэлэй, цэлэй дзэнь грала гэта музка, дзэць тя аб абєдзі, можу трошкі ранее клюшылі, «Я свободен», і панеслася, там кіпілав, некі роллинг-стоунс, а потім ата радую, і ваць, і аны просто то адным крыле ты чуюч гэту музыку, то чувацікі на пераноці, то другое крыло, і я не розумею, аны так здекаваліся ці, што гэта на угол такое було? Я чула вось, шестнадцатого вересня була в жодзіна, а то ли вісіло няколі гіх хлопців, і што гэта на угольного розказалі, на там отсядзіли 15 суток, один отсядзі в крыку менш, там 10. А дуж? Ні разу? Ні разу. Один раз вроде б планировалось, но он не состоялся. І їх ні разу не вводзіли в дуж. У вас так само? Один раз. Ну вось у четвер нас привяжли, просто няколі джон, може бість 3 дні, нас заводзіли в дуж, а потім уже, калі я, мене вапускали в четвер, пропонували шчару сходзіть в дуж. Ну джон проспять. Али там чомусь ті была прохладна вода, може бість я не поспіла наградзі, я не знаю. Ну тобі да. Що дня ми піталіться заведусь в нас в дуж, ну що нам відказували. Для цього потрібно 4 чоловіка, а нас тільки двоє, а для цього потрібна жінчина, а нас нет жінчини. Ну, таку аккордей. І на прогулку так само вось. Пятницю вивіли один раз, а потім наступний раз тільки вже в четвер, коли вось мене вже випускали. Ви виводили на прогулки? Ну, за 10 суток. Два раза вивіли в четверг і в пятницю на 15 минут. А там була бібліотека в жодзіна? Там я на кольке веду її бібліотека. Нам принесли некі книжки, ну там, конечно, книжки. Планета обезіян, що-то ще, не знаю, якого-то жінське счастье. Ну, я принесли так. Кніжки там можна було на сторонках знайсти послання, попередників. О, я не пам'ятаю, що таке дробно, типу, живе Білорусь, типу такого там, ми переможем. Не знаю, я потом там свои контакты покинула. А у вас для чого тобі ручка була, да? Так, я дамо контакты себе покидаць. Вже пусть замуж за протестующего. Головно, што не замабо. О, да. За якими історіями сядзелі з тобою дзівчіны, жанчыны? Ну, при нам всі там всі сядзелі по гэтых артыкулах політичных 23-34 затриманы на акціях, да? Толькі на крэстіна з чотарох нас адня дзівчына была, катора не політична, і она спрэбавала бутальку водкісті брыць в магазіне. Просто, по-моему, на спорці што? Вось. І то їдалі п'ять суток. Я, навіть, зділялася, як і ми. А все статні політичні були ті, хто, кого забирали мені таз з нами, таз на емоторок. Потім, калі ў нас ўжо дзіна бошю камеру перавіли, то були там дзівчаты, каторых забрали з дому, это там Лера Власік і Стася Хусакова. Лера-журналистка. Стася з асамблінь, да? Вось. І була дзівчынка, вось, каторые забрали, тоді ранію, че пасляші рача, марша, калі яна у таксі сідала. Вся остатні, вось, ми. Али були ті, кому і трнадцять суток, там, дали. Дванадцять, трнадцять, штрнадцять суток. За твою саму абсурдність. Візвоління. Вспомні вэты момент. А, так смешно було. Ми што, ми себе прозвища називаєм, знаєш, і вот ми це прозвища називаєм, і вже там, виходимо вже у двор, я чую за спині, автограф даш? Я так кажу, ти поворачивайся, а не, з тебе автограф. Я так кажу, ми знаємо? да. А ми розмовляємо, так, було, було пару раз. Я так кажу, я так кажу, коротей. Некій чоловік, котрій, я, оказывається, мені потім в інстаграмі написав, що ведав мене як поєдку, і... вось так ми зустрілися, і він виходив за мною зродином. Ой, він з неволіною був. Угу, з неволіною. Тежно. Я, коротше, думала, що зараз я вийду, пайду шукать маршрутку, ць електричку, а тут ми виходимо, з гадаткомбу. З замиранням серця виходжу і бачу просто на толп людей і куча моїх. Вось. Перший чоловік, а тёмно уже було, перший чоловік кідається, а, мені вручаєші так віцки, кідається до мене, хтось обдумається, я навіть не пазнаєт, що гэта мая сестра. Я просто обдумаю, там розумієш, що хтось із сваїх, а я така, а хто гэта? І бачу, гэта мая сестра, каторо пріехал з Баранович, мене састрыць. І потім, знаєш, ця брыся, броўки, давайся обдумас. Гэта іші не все. Нас три машыны, я на карте, я пріехаль на трох машынах, даюць мені кветкі, даюць мені кі стакан з ягадамі. Я тримаю, гэта все працискаю, гляжу на гэта плачу, ў шоку, на мене абортуваць каудрай. Такі всі, карте, там много, много людзей, я шоку, я не думала, што хтось ці праедзе, в принципі, там більше я не думала, што столькі людзей праедзе. Вось. Такі, ну кақта як така, кажу, нас карміли добрым, такі, блин, так, че, мы тут періжывалі, а тіпі там харашо карміли. Ну, з гумором така. Адразу я згубіла всіх дзючат, з каторым выходзіла, там, все забыла на свете. Можа вернапся до гэта фразы, не сядзеўне беларус, зараз она актуальна, отравливаць? Нажаль. Ну, гэта, гэта так дзівна, я не знаю, як славіцца дайе. З одного боку, можна просто пасміляцца, гэта жарт, з другого боку, так жы не павінна быць. І гэта мяжа, паміж, паміж жартам, паміж пачсім віны, калі ты не сядзеў, іншы сядзелі, калі ты сядзела, то віна за той, што було не так жорстка, як тым людым, хто першы дні протэстаў сядзелі. Вось, і за тое, што за цібе тут ся першывалі, то бак, ну, што яны робець, кажучи, пасцэнна паўтараючы нам, да вас, кажыць спасіба, што вас дзесь не бьют, скажыць спасіба, што вас вада еда ест, то бак яно, нажаль, трэба вельмі пасцэнна сфакуссірованым быць, каб паміцаць, што яны не маюць рацію, і так, прэнсіпі, не павінна быць. Такі ўмогу не павінна быць, мы все тут не павінна знаходзіцца ў гэтам знявольна, да? Вось, гэта просто мінімум, гад, катораг ўже трэба адштарховацца, а не вот это, што скашыць спасіба, што вас не бьют, і у вас вада еда ест, кисларод, што пад пытанем, так сам, што было, калі окно не адкрывалі, на восім чалавек камер. І мня на сам рэч, напэвна, не хоцца жартаваць, так не сідзеўне беларусы. Мня хоцца сурйозна прэ гэта гаварыць, і дэносіцца сябе, і іншым, што так не павінна быць. І, канешна, не дацца им ўрукі гэта добра, гэта класна, я думаю, што ідеальна не адавацца памахчымаці, да, там, дапошніка не адавацца, не даставляцць им такой радасті. З іншыя боку, мы расшатваем систэму, я бачыла, што їх мало, нас многа, яны нервуюцца, яны психуюцца, яны стомленны, яны не спяць таксама, пустэнны дзежурства, і гэта гдалей, што рано дэці позна, і хочэць за все рано, ім гэта все абрыдні, і яны, ну, с некім чынам салюцца з гэта все, ну, табак, тут, нажаль, два павароты можуть быць, як мне падаяцца, альбо яны разлуюцца, і пачнуць таксама, ну, жорстка выходцца, альбо яны спасліваюцца, і гэта твое власне, чого мы добываемся. Колькі ешчэ беларусы, кі беларуса ў пройдзе прастакі досвід? Колькі місцэ ешчэ будзе хапаць ў ізаляторах, куды змішаюць затрыманых, і што будзе, калі іх супрацовнікі стомяцца? Цікава, калі канец, ці, калі пачатак новай Беларусі? Ну, а на гэтам я з вами развітываюся, жадаю вам не быць затрыманымі, но калі такі лёс ўсё ж такі вас нападкает, то ўспрымаць гэта як цікавы досвід, бо мы зараз жувім сапрауды падчас історычных падзей. Мой сон провіску деда бэл, де древ і зелёный лух, де сонце обдымай золоте, покуль хаваець за лес. Музыка Субтитры подогнал «Симон»